Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Также, по словам Мальцева, о соблюдении правил по профилактике ковида проверяется при визите специалистов Роспотребнадзора в любую компанию в рамках плановых проверок, а также по жалобам. Программа «Экономика». «Биополис» может стать особой экономической зоной. Кировская область готовит заявку, рассказал губернатор в интервью федеральному телевидению на Петербургском международном экономическом форуме. Игорь Васильев отметил, что с учетом существующей обстановки с пандемией коронавируса регион нацелен на развитие биотехнологического и иммунобиологического центра мирового уровня «Биополис». Сейчас готовится заявка на создание особой экономической зоны биотехнологической направленности в Оречевском районе. Интерес среди инвесторов уже есть. Среди них, например, компания «Нанолек», которая подключилась к борьбе с коронавирусом и запускает производство вакцины «Ковивак». «Экономика» на 101%. Прием на работу в Кировской области уменьшился на 8% в первом квартале текущего года в организации региона было принято 14,5 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года цифра уменьшилась на 8%, сообщает Кировстат. По состоянию на конец первого квартала организации заявили о наличии почти 8 тысяч вакантных рабочих мест. Это на 20% выше, чем годом ранее. Больше всего набирают сейчас в сектор госуправления и обеспечения военной безопасности. 20% свободных мест приходится на эти сферы. Выбыло в первом квартале более 15 тысяч человек, преимущественно из организаций торговли и обрабатывающих производств. 17-16% соответственно. В завершении валютах на сегодня доллар стоит 73 рубля 26 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.